Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов и поздравляю всех с наступающим Новым Годом и Рождеством! И сегодня я хочу приготовить простенький, но вкусный новогодний стол. С вас по традиции лайк, давайте этому видео подарим 10 тысяч лайков. Я знаю, вам не сложно, мне приятно. Ну что, погнали в магазин, быстрая закупка и приступаем! Лук, картофель и морковь. Огурчики, небольшой кусочек грудки. Вот он, друзья, тунец, две банки взял, хочу мощную сделать тунец под шубой. Кукуруза, берем банку горошка. Но какой же Новый Год без Кока-Колы, друзья? Вот уже Дед Мороз нарисован. Берем кастрюлю побольше, наливаем в нее сейчас водичку. И потом закинем туда свеклу. Свекла чуть подварится и добавим к ней моркови и картофеля. Друзья, пока разогревается вода, давайте почистим быстро картофель. Картофель и чистка нормальная, в принципе. Как шипит, да, все? Все шипит, все шкварчит. По системе Лазерсона буду готовить новогодний стол. Лазерсон даже к Новому Году продает книгу свою. Даже не книгу, а чекчить. Это такая, полезные советы. Так какая ужасность все-таки картофель и чистка. Полезные советы продает. И вот один из этих советов говорит, овощи сначала почистить. Так облегчает и время готовки сокращается. Он говорит, вкусно. Порезать, почистить овощи, порезать кубиками, как ими надо. Посолить воду и все это дело отварить. Потом это все промыть под холодной водой, чтобы картофель не размяк. Так. Ну на оливье мне три карташины хватит. Потом целая вот такая вот одна морковка. Да и все, больше ничего не надо. А это мы сейчас порежем. Да, друзья? Ножи хорошо остренькие. Картофель с морковкой в принципе одновременно варятся. Поэтому можно закидывать их вместе. Опа. Видите, как быстро. И потом не надо нарезать. Потому что когда картофель уже сварился... Ай! Когда картофель сварился, его тяжелее на кубики будет сделать. Ребят, усекли? Что Лазерсон там придумал? Все, кубики готовы. Нет, хватит. Столько картофель, наверное, да. Кубиками пошла морковь. А вообще морковь есть продается замороженная, уже нарезанная кубиками. Кстати, можно и такую, наверное, купить. Стоит, да, дороже. Все-таки морковку, думаю, первее надо закинуть. Она чуть подольше готовится, да. Давайте закинем. Друзья, эти вот плиты индукционные непонятные. Меня вообще бесит сенсорным управлением. Давайте сделаем салат сейчас с крабовыми палочками. Пойдемте посмотрим, что там у нас. Тут у нас уже лежит свекла. Три картофелина. Два этих... Две морковки. Десяток яиц. Десяток яиц. Все, сюда сейчас закидываем. Уже почти закипел. В подсоленную воду закидываем нашу морковь. Тем временем надо промыть картофель от лишнего крахмала. И закинем уже к морковке тоже. Ну, а мы с вами, друзья, тем временем приступаем к готовке крабового салатика. Наверное, пожалуй, мой самый любимый салат. Ну, и сельфоршубой тоже люблю. Так. Так, раз. Сделали. Кто не пробовал крабовый салат, обязательно попробуйте. Он проще всего готовится. Получится вообще у всех. Крабовые палки сюда скидываем. Опа! Пришло время огурцов, друзья. Жопки в сторону. А есть ли свежие огурецы в этом? Есть ли свежий огурец в оливье? Да, 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 чуть-чуть добавляю свежего огурчика. Ну что, давайте, давайте. Давайте вырежем. Серединки мокрые. Но они нам не нужны. Пока приготовишь на новогодний стол. Уже сытый будешь. Укроп, зеленый лук, там, петрушку, кинзу. Я не знаю, кто что... Или петрушка и кинза одно и то же. Кто что любит, друзья, это уже сам по желанию каждый себе добавляет в салат. Правильно? Правильно. Я уже прям чувствую новогоднее настроение. Прям в воздухе витает. Тут мандарины рядом со мной стоят, пахнут, за окном метет, минус 15, холод. А у нас здесь с вами тепло и уют. Дай-ка еще чуть. Как же собака вкусно. Так, ну что, друзья. Одни овощи сварились, вторые варятся. Попробуем, что у нас с рисом получают. Нормально. Так, мне неудобно здесь будет мешать. Ё-моё, запись не шла. Что ты будешь делать? Короче, сделал я салат. Добавил туда немного риса. Все крабовые палочки. Чуть-чуть, ну половину огурца. Почти всю банку кукурузы. И залил все это корейским майонезом от тоги. Это наша дальневосточная тема. Все дальневосточники знают майонез от тоги. И вот что у нас получилось. Это просто какая-то сказка и нежность. Риса больше не надо. Сейчас отправляем в холодильник. Так вот техника Саныча подводит. Решил, друзья, приготовить в этом году оливье с ветчиной. Думается, мне будет очень вкусно. И все сюда. Тут будем перемешивать. Здесь намного удобнее. Слушайте. А ветчина-то настоящая, хорошая, вкусная. Прям вкус мяса ощущается. Бывает, купишь. Ну, я не канонул. Барь, купишь вот это, типа, каждый день какого-нибудь. Первым делом. Ну, там есть невозможно. Неплохая. Чуть-чуть огурчика. Огурчика еще надо. Кстати, эти огурцы не сильно водянистые. Так что, можно прям из серединки их добавлять. Ничего страшного не будет. О, сушнина. Ну, а где вы видели нормальные огурцы в конце декабря? Уже и нет нормальных. Надо все ждать следующего сезона. Слезы, друзья. Что-то камера барахлит. То есть, флешка барахлит. Добавил лучка зеленого туда. И добавляем горошка. Все это дело перемешиваем. Хорошенечко причем. Корнишончиков. Добавим. Как бы пальцы не отстегнуть себе тут. Все. Огурчики добавили. Два яйца. Ай! Уф, блин. Раз, два. Аж в глазах. Потемнело. Каждый сам себе регулирует. Кто-то любит, чтобы в Оливье очень много картошки было. Я вообще картофель, ну, как бы люблю его, то, что он недорогой. Но, может, я его переел в свое время, в детстве. На одной картошке сидели практически и рыбе. Ну, картоха недорогая была, да. Рис у нас недорогой был на Дальнем Востоке. Китайцы, братья выращивали, помогали. Так, ну все, добавляем майонеза. Вот так, смотрите, какой, друзья, объем получился. У меня всегда какими-то просто тазами получается. Ну что, пробуем. Пробу снимем. Ну, конечно, когда он настоится, он намного вкуснее будет. Еще два яйца туда. У меня одного хватит. Чувствую, вот, не хватает яичка. Не хватает яичной нежности. Еще раз перемешаем. И все это в холодильник отправляем. Настаиваться. Чтобы было вкусно. Ну что, друзья, все, свекла сварилась. Я ее под проточную холодную воду. Теперь давайте возьмем наш картофель. Я в селедке под шубой всегда первый слой делаю из картофеля. И хочу объяснить почему. Потому что если первый слой вы делаете картофель, ой, если первый слой вы делаете рыбу, то масло в тарелку не уходит. Но если вы первым слоем делаете картофель, тогда, дорогие мои друзья, все масло вот это впитывается хорошенечко в картофель, пропитывает его. Получается очень вкусно. Что-то я, если честно, поднаелся. Того укусил, сего укусил. Пока готовишь и наедаешься потом. На заре голоса зовут меня. Лишнюю жижу слили, друзья, обязательно. Я знаю, люди и с красной рыбой делают. Ну, на Новый год можно, мне кажется, и шикануть, и сделать с тунцом. Майонез наше все, как говорится. Друзья, давайте немножко лучка. Кто-то, ну, без лука, да, предпочитает. Я люблю с луком. Кто-то лук ошпаривает. Я вот не всегда его ошпариваю. Мне вот нравится, чтобы он все-таки оставался таким прям дерзким, а не чушпаном, блин, как-то слово достало везде. С каждого утюга это чушпан, чушпан, чушпан. Кто какой слой за каким делает? Напишите, как вы делаете шубу. О-о-о, глаза, 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 глаза жгет. Вот на этот слой сейчас у нас яйца и пойдут. Вот такой кусочек свеклы. Я иногда делаю сель под шубой тупо как торт. Слой картофеля, слой яиц, слой морковки, слой свеклы. И потом вот так вот все опять по новой. Все, отправляем в холодильник. Друзья, мы продолжаем готовку. Уже практически все готово. Сейчас возьмем наш картофель, почистим его. Вот лазерсон, молодец. Все-таки реально сначала лучше чистить, потом варить. Но мне кажется, что вкус тогда пропадает. Ну, может быть, это такой обманческая, обманческая вещь. А может, действительно пропадает, не знаю. Так, я совсем забыл, друзья. Картофель нам не нужен будет. Гнездо глухаря делаем же. Там картоха кто-то режет, кто-то на терке. Мне нравится, когда на терке. Вот, теперь грудку куриную. Грудку варил в подсоленной воде. Поэтому салат между слоями я не солю. Блин, наверное, вкусно было бы его сделать с солеными огурцами. Раз. Два. Айца нам хватит. И так же, друзья, на терке. Теперь слой сыра. У меня Эмменталь. Вот такого хватит кусочка. Его делаем на мелкой терке. На самой мелкой. Вот это зажор. Вот это гнездо глухаря. Это мощное. Но самый мощный салат это, наверное, обжорка. Он так и называется. Обжорка. Попробуем. А, неплохой сыр. Приминаем сейчас все это дело и мазиком. Слой огурцов. Приньте, огурцы на терке потереть. Я тут шутку, друзья, про себя придумал. За мои эксперименты с бомж-обедами меня ищут с Министерства Магии. Потому что магия в Неховерсе запрещена. Поняли, да? 100 рублей в неделю выжить. Не каждый может. Но я многие думаю, что я к этому призываю. Типа к нищете. Я заказ там сверху. Мне платят бабки. Я на госбюджете саныш сидит. Нет, друзья. Абсолютно все не так. Но было бы, конечно, неплохо. Жалко, уксуса нет. Тогда бы лучок можно было бы маринованный сделать для всего этого дела. Но обойдемся без маринованного лучка. Ничего страшного. Все, красота. Но это еще не все. Салат наш, гнездо гухаря, пока в сторону можем убрать. Нам надо сейчас сделать соломку. Все, налили масло. Вот чем плохая-то плита, руки мокрые нажимаешь, отошел, там капля бах, она опять нажала. О, что-то. Короче, промыли. Хорошенечко под проточной холодной водой. Слили, обсушили. Сейчас будем порционно обжаривать все это дело. Вот что из этого получается, друзья. Вот так вот. Ну и как выйти из положения, если у нас нет духовки, а горячего блюда хочется. Я предпочитаю либо рыбу, либо курочку. такс. Пока наш картофель остывает, с него стекает лишь лишнее масло, берем мандаринку, вот так режем на мелкие кусочки и отправляем в курицу. Давайте. Иди сюда, гнездо глухаря, глухарика. Все, вот это вот прям как чипсы. Кстати, можно даже не заморачиваться, не заморачиваться, не обжаривать вот это вот все дело, а просто купить чипсы, наломать и вот так вот чипсами это дело украсить. Как вы на это смотрите, друзья? Ого. Ну его надо сразу съедать, чтобы не успела картоха намокнуть. Ну и чистим наши яички. перепелиные. Так вот, раз, вот так вот, два и три. Вот такая вот получилась красота. Такое вот гнездышко глухаря у нас. Давайте чуть-чуть в холодильник тоже, да, оставим. И уже предлагаю сейчас к столу, друзья. Так, друзья, ну что, кола моя охладилась, курица уже готова, выключил ее. Ой, какой запашок уколы пошел. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Веселье приносит и вкус бодрящий, праздника вкус всегда настоящий. Помните, такую? Посмотрите, какой Дед Мороз кринжовый, страшный. Давай вот сюда его поставим. Ну что, начнем пробовать. Это у нас оливейка. Мммм, настоялась. намного вкуснее стало. Ммм. Вообще хочу попробовать гнездо глухаря. Признаюсь, честно, я его готовил первый раз, но делал это с умным видом. он такой тоже слоеный получается. Ммм. Прикольно хрустит вот эта картошечка. очень даже неплох этот глухарь. Но у меня в семье глухаря не делали. Основные салаты у нас были в семье на новогоднем столе это крабовые, оливье, конечно же, сель под шубой. Не из салатов это был холодец. Вот. Давайте. Чип. Я уже, если честно, пока резал все, нарубался того-сего по кусочку. Ну, вкусно. Пропитался рис майонезом. Вот. как я колы хочу, друзья. Весь год сейчас скреплюсь. Вот только могу новогодние праздники, застолья, корпораты позволить себе. ну, давайте испробуем вот это дело. Что ты есть монстр? Такая вот под шубой. Тунец под шубой. Знаете, я, наверное, на Новый год с друзьями будем праздновать. Хотел сначала красной рыбкой купить, посолить. Сделать красную рыбу под шубой. Нет. видимо, я буду делать тунец под шубой. Чуть побольше майонеза надо было в слой тунца. И свеклу сверху можно посолить. Как это называется маленькие тортики? Бента торт? Е-мое, ну, гнездо глухаря это меня впечатлило. Так, мне кажется, я первый раз в жизни вообще пробую гнездо глухаря. А еще родители не делали, наверное, с картошкой морочиться не хотели. На холодец завалили двое суток. горячее в меня уже не влезет. Но там такое, друзья, вообще очень вкусное дело происходит. такое вот. Такие лапки очень даже ничего. кисло-сладость какую-то дал этот мандарин. Так, что, еще что-то попробую? Не, все, честно скажу, давайте тортик, ну, раз взял, не пойму, что добру пропадает. вот так ха, Дед Мороза, пополам ха, вот так ха, еще оп, я возьму глаз себе. крем, вот как вспомню, советские торты были очень похож. Ну, друзья, вот и заканчивается 2023 год, для кого-то он был сложный, для кого-то он был еще сложнее, сложного. Надеюсь, что все живы, здоровы, что все нормально у вас, у ваших близких, нас тоже потрепало, помотало, ну, как-то держимся, как-то так. Тут и сказать нечего, и добавить. Может быть, вы что-то добавите, напишите, как прошел ваш год, какие планы реализовались, что было из плохого, напишите, что было из хорошего, то есть выговоритесь, изложите все на листе. А с вами, как всегда, бессменный ведущий канала Дневник Еврея Сан Саныч Богомолов. Подписывайтесь на канал. Всех люблю, всех обнял. Всем здоровья, побольше денег. Кто говорит, что типа без денег смелый мрай в шалаше, чепуха. С деньгами полегче. Когда часы 12 бьют. его аппарат. Продолжение следует...